Фестиваль юбилейный, пятый по счету, но проводится в Сочи второй раз. Мототуристы со всей страны собрались на Красные Поляне, чтобы посостязаться в горных гонках. В этом году свыше 100 человек заявилось на участие в мотошоу. Максим Стрельников из Пятигорска шесть лет назад пересел с горного велосипеда на мотоцикл. Я до этого занимался горным велосипедом, даунхиллом. Даунхилл это очень здорово, но только вниз. Мотоцикл, он дает больше свободы. То есть ты едешь как вверх, так и вниз. То есть всевозможные препятствия, бревна, преодолевание в первую очередь самого себя. Занимаюсь я уже этим шестой год. Единственное, на год мне пришлось немножко выйти из спорта из-за травмы. На чемпионате России была серьезная травма. Сейчас реабилитация первая моя более-менее серьезная гонка. По условиям состязаний участники не должны знать трассу, а покорять горные вершины, ориентируясь на местности. Крутые подъемы, нестандартные повороты в этом году. Организаторы мотокарнавала усложнили трассу, для того, чтобы соревнования стали настоящими спортивными испытаниями. Главное справиться с препятствиями, а их 11 и достойно выйти на трассу. А там свои сложности. Например, в прошлом году сочинец победитель гонки Николай Иноземцев прошел дистанцию за 28 минут, в этом году за 35, но все равно стал лидером. Возраст мотогонщиков значения не имеет. Александр Джалагуни не испугала сложная трасса. Ну, я думаю, из 100 заявившихся 10 доедет в разных классах. Нам в мастер-классе немножко попроще дистанция, вот. А у профессионалов там, конечно, придется попотеть в два раза больше. С точки 960 метров над уровнем моря мототуристы поднимаются на высоту 2200 метров. Длина трассы увеличена до 12 километров и проходит вдоль канатной дороги. Зимой здесь на Красной Поляне лыжники и сноубордисты, летом вело- и мотогонщики. Человек должен быть подготовлен, мотоцикл специально оборудован для малых оборотов при максимальной мощности. Здесь большой скорость не надо, надо побороть подъем. Вождение спортивных горных мотоциклов по бездорожью стало для некоторых спортсменов профессии. Много здесь и любителей мотогонок. Сочинцы, как всегда, показали класс. В индивидуальном и в личном зачете стали первыми.